Друзья, изучать историю можно не только просматривая ролики на ютубе, но и путешествуя по тем местам, где разворачивались исторические события, и мы вам в этом поможем. Приходите на наши экскурсии, как пешеходные, так и теплоходные, и мы с вами побываем в тех местах, где происходили дворцовые перевороты, декабрийское восстание, русская революция, бои Великой Отечественной войны и многие другие события нашей богатейшей истории. Следить за расписанием экскурсий можно по ссылке в описании. И приходите к нам, будет очень интересно. Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Игорь Яковлев, это «Цифровая история». Поступает очень много вопросов касаемо судьбы Прибалтики, советский период, истории прибалтийских стран, Эстонии, Латвии, Литвы. А у нас как раз есть специалист по этому вопросу, и сегодня он у нас в студии. Это Владимир Семенгей, приветствую категорически. У нас Владимир, но он пришел не один, а с политологом Максимом Бревой. Максим, приветствую, и вас. И мы сегодня поговорим о том, как жила Прибалтика советская с начала 1940-х до распада Советского Союза. Я так понимаю, лучше начать все-таки с предыстории, с событий русской революции, когда Прибалтика могла сразу стать советской, но не стала. Почему так случилось? Она и стала сразу советской, потому что советизация Прибалтики произошла в 17-м году, в конце 17-го года. Более того, на выборах в учредительные собрания России именно большевики получили в Лифляндии и неоккупированной части Лифляндии наибольшее количество голосов. Поэтому в известном смысле советизация Прибалтики случилась еще тогда. Было правительство эскалата, ну а дальше в результате внешнего вмешательства все это дело было порошено в 19-м и 20-м году. Но вот все-таки прибалтийские представители сыграли большую роль в событиях русской революции, когда мы все помним латышских стрелков. Часто задают вопрос о том, как... И затонских тоже. Да. Но часто латышские стрелки — это такая идиома, да? Можешь ли ты рассказать немного о том, почему именно латышские стрелки на первом этапе революции стали ее претерианской гвардией? Да. Но вообще латышские стрелки были действительно людьми героическими. Ну безусловно. Они были созданы в качестве национальных частей в 15-м году и достаточно быстро из батальонов были развёрнуты в полки, в бригады и так далее. И надо сказать, что воевали они отважно. Так как латыши были людьми на тот период достаточно грамотными, то, конечно, подсчитывали они Маркса и, в общем, были большевизированы в значительной степени. Это все сказалось уже в 18-м, 19-м, 20-м годах. И дисциплинированность, отгороженность от местных каких-то условий сказывалась в положительном ключе на том, что они воспринимались как очень надежные силы. Они были в наименьшей степени склонны к различному разврату, имеется в виду пьянство, потребление наркотиков, грабеж и так далее. И, естественно, это в условиях боевых столкновений гражданской войны играло наибольшую роль. И они, конечно, воспринимались очень серьёзно. Надо сказать, что латыши под белыми тоже вели себя достаточно обособленно. Мне доводилось читать белогвардейские газеты, где на задних страницах были объявления на латышском о том, что вот есть латышеское столовое, где можно за небольшую денежку получить суп. То есть это персонально для латышей, чтобы другие белые не поняли. Чтобы никто не понял. Но это такой националистический поток, видимо. Конечно, конечно. Надо сказать, что... Опять же, что такое судьба латышского человека? Старший сын в семье наследовал участок. А младшим куда деваться? Вариантов было немного. Либо становиться учителем и ехать куда-то в глубинные губернии России преподавать. Либо идти в Виленское пехотное училище и становиться офицером. Поэтому огромное количество латышей накануне Первой мировой получили офицерскую карьеру. Они были младшими или как тогда это называлось выберофицерами. Ну, просто потому что других вариантов социального лифта у них практически не было. Ну, совсем умные, конечно, шли в Рейшский политехникум. Но таковы, как понятно, были десятки. Здесь, наверное, стоит напомнить, что именно латышский русский офицер, полковник генштаба Иоаким Вацетис стал первым, по сути, главнокомандующим Красной Армии. То есть это такая очень яркая фигура гражданской войны. Его по-латышски зовут Юкумс, но Иоаким, да, Иоаким. Да, так сложилось наше отечество. Но вообще и у белых тоже были, за Колчака воевали некоторые латышские старшие офицеры. Такое тоже было. Ну вот, давайте немножко расскажем про то, какие политические режимы установились при Балтийских государствах после окончания гражданской войны в России. Ну, Эстония и Латвия здесь были почти близнецами. Почти схожи, до начала 30-х. Да, а в Литве все началось раньше, в 26-м году был произведен военный переворот, установлен националистический режим, который уничтожал республиканские традиции. В Латвии это произошло в мае 34-го, в Эстонии... 34-й это могла ошибаться, если ты летал. Восстание в Апсу, как раз таки националистическое, профашистское восстание в Апсу, которое было подавлено. И установился, по большому счету, можно сказать, режим президента Пятци, который тоже можно было бы назвать, характеризовать фашистским. А была конкуренция фашистских режимов, что в Латвии, что в Эстонии, это правда. Да, так и получилось. Мало того, в Эстонии, по большому счету, произошла конкуренция между двумя фашистскими движениями. Скажем, грубо говоря, военным и гражданским. ВАПСы это ветераны, как они считают, войны за независимость 18-20-го годов. Хотя, самое лучшее, что про те события можно было написать, мы обозначили в свое время, издав книжку воспоминаний Августа Виннега, немецкого уполномоченного по Прибалтике. И презентация называлась «Государство из Чернильницы». Они были взяты из Чернильницы. Потом, конечно, там были какие-то бои. А те немцы, которые рассчитывали на преференции, они были обмануты. Тут есть, кстати, один интересный момент. Когда формировалась эстонская армия, она формировалась на русском языке. И по большому счету, тут еще можно назвать эту конкуренцию между фашистскими режимами, как конкуренцию языков. Потому что, в основном, все эти ВАПСы, они между собой и всю свою структуру военную выстраивали на русском языке. Это правильно. Ну, видимо, там же тоже были офицеры, которые получили образование еще в Российской империи. Да, совершенно верно. Все эти части, фронировались в 19-м году, да, конечно. Он полковник был генерального шкафа российской империи. Но, надо сказать, что мы в нашем журнале российских и восточноевропейских исторических исследований опубликовали интереснейшие материалы доносов на генерала Лайденера, из которых, в общем, следует, что, так сказать, наговорил он себе на срок-то, в общем, вполне справедливо. Нам надо уточнять, кто такой генерал Лайденер. Это глава эстонской армии, главнокомандующей и бывший высокопоставленный российский офицер во времен Первой мировой войны. А когда он наговорил? А наговорил он уже, будучи арестоварным после свержения эстонской националистической власти в 1940 году, восстановления там советской власти. Он был почетным пленником, был выслан в один из регионов Советского Союза. Первоначально, до нападения нацистской Германии на Советский Союз, ввел, в общем, достаточно такой свободный образ жизни. Но, тем не менее, успел много чего наговорить. Ну, надо сказать, что, если мы подходим уже к 1940 году, то Лайденер действительно серьезно считал, что он будет назначен командующим Прибалтийским военным округом. И даже умудрился пошить себе советский генеральский мундит. А он, я просто не в курсе, он перешел на сторону, признал советскую власть? Ну, потом он рассказывал своему бывшему сослуживцу, которого подвели наши органы безопасности к нему, о том, что немцы все равно вас победят, поэтому, как говорится, сложите лапки, ничего не получится. Ну, вот за такие вещи, конечно, варианты уже... Да, нехорошая риторика, учитывая политическую ситуацию. Но ведь были же военные прибалтийские, которые перешли на сторону Красной Армии. Не то, что перешли, а великий человек, герой Советского Союза, Арнольд Константинович Мэри, является символом эстонской доблести в 1941 году. По большому счету, скажем, что тот, как он правильно назывался, не региональный, а территориальный эстонский корпус, по большому счету, он весь прикрыл Петербург, как минимум на 4-5 дней он задержал... На Псковщине тоже были драки большие. А воевали они тоже, интересный факт, а воевали они еще в голубых мундирах эстонской армии. Да, у них были петлицы советские и кокарды, а все остальное было местная форма. Что у Латыши, что у эстонцев. Уважаемые друзья, у нас с Владимиром уже была передача про политическую ситуацию в 1939-1940-1941 году. То есть вопрос о присоединении Прибалтики мы уже подробно обсуждали в другом месте. Давайте все-таки поговорим о Прибалтике самых лучших лет. Это 70-е, 80-е. Ну давай постепенно к этому подойдем. То есть вот там, условно говоря, закончилась Великая Отечественная война. Ну, надо сказать, что довольно гуманно к ним отнеслись. Даже те, кто были взяты в плен в Чехии, под Прагой в 1949-1945 году. Нет, там-то вообще жестко поступали. Эстонцев, Латышей из ВАФНСС отделили, отправили домой, а Власов всех отвели в другую сторону и расстреляли. И причем было такое отношение, что... И причем чехи, которые брали эстонцев, они как раз не миндальничали, они эстонцев расстреливали. Расстреливали, да. При этом дальше, дальше многие из тех, кто прошли фильтрационные лагеря, а надо признать, что все-таки там уже были на последнем этапе войны в ВАФНСС служили тех, кого просто туда забрали по мобилизации. А те, кто прошли фильтрационные лагеря и не были замазаны в военных преступлениях, все были отпущены. Мало того, те, кто еще не прослужил до конца Советской армии. Но они не дослуживали, они дослуживали в рабочих лагерях. Более того, вот недавно были опубликованы на русском языке воспоминания одного бывшего латышского легионера, который очень красиво устроился в этом легионе. Занимался он там распространением шнапса и табака, ну вот, при контине был, можно сказать. А в советское время он служил в войсках НКВД, будете смеяться. И когда он в специфических погонах рядовым пришел на службу своей матери, которой гнобили за то, что он был латышским эсэсовцем, ей потом начальник премию выдал. А он охранял, сам даже не знал, чем занимался, добычу уранового месторождения сел Амяевы. Интересно. Вот какое место Прибалтика занимала в советской системе 50-60-й год, например? Ну, все менялось. Если в 40-е годы, во второй половине, в первую очередь акцент делался на том, чтобы восстановить те производства, которые были наименее порушены, то, конечно, уже, если мы говорим о 70-х годах, речь шла о развитии высокотехнологических производств, биотехнологии, лекарства. Тот же Мельдоний, Мельдоний и Мелдранат. В Латвии вообще создали экспериментальный ядерный реактор, что вообще является, мне кажется, одним из высших проявлений научной и технической мысли и практики. Создавались производства, которые были передовыми и в рамках Советского Союза, и с точки зрения экспортных программ. А скажите, вот часто приходится слышать, что в экономическом смысле советская Прибалтика жила лучше. Люди из Ленинграда ездили в Прибалтику для того, чтобы купить там дефицитные товары. В первую очередь товары одежды. Несмотря на то, да. Очень по-разному было. Были периоды, когда и в Ленинград люди ездили из Прибалтики что-то покупать. Нет, но Ленинград всегда все равно. Ленинград хорошо снабжался. Если мы возьмем там приграничные города, ну тот же самый Кингисов, да, они ездили в Нару. Если сейчас даже поговорить с людьми, они вспоминают, какие были товары в Эстонии, они ездили туда. Это да, действительно так. И Наруа отличалась очень серьезно от Ивангорода, от Кингисеппа, там, конечно, отличия были просто гардинальные. Переезжая в мои воспоминания детства моего, переезжая в Ивангород на машине и Наруа, ты действительно попадал в такой ощущение, что в другой Советский Союз. Такой вот, реально хорошо вымутый фасад. И надо сказать, что эстонцы, многие эстонцы сейчас, они вот говорят, что мы в том союзе-то были фасадом, а в этом союзе, который сейчас, мы находимся в другом месте. Слушайте, ну, давайте, вот это же очень важно, давайте попытаемся понять, объяснить, почему была такая диспропорция, то есть, там, расстояние, ну, кто не знает, расстояние между Ивангородом и Нарвой, ничтожным, через речку на одной берегу реки стоит. Ну, я бы все-таки обратил внимание на то, что условия хозяйствования Прибалтика не претерпела всех тех жутких наших пертурбаций и вариаций, которые у нас были с 18-го года и там, не знаю, по 40-го. Они столкнулись с советизацией сельского хозяйства гораздо позже, в гораздо более мягком варианте, и у них сохранялись огромные возможности производства продукта. Как ни странно, это то же самое было и у нас на Кавказе, хотя об этом не очень принято говорить. Ну, что имеется в виду, что... Ну, чтобы было более понятно, если мы говорим о сельском хозяйстве, то в России произошла коллективизация, а при Балтике, ну, в частности, в истории... Полноценной ее не было. ...кооперация. Да. Это больше было похоже на кооперацию. Существовал даже такой термин, как муниципализация имущества. То есть, то, чего не было на остальную часть Советского Союза, когда, например, дома передавались в муниципальную собственность города. Это называлось не национализацией, а муниципализацией. Тоже очень интересно. Тут только не только дома. Не только. Это касалось и, скажем так, и малого бизнеса, и вообще. Ну, такие совершенно живые примеры, когда ювелиры еще в 40-м году, ну, это, как правило, евреи были, уже все прекрасно знали, что происходит там. Они сами приходили и сдавали свои магазины советской власти. Но при Сталине была немножко другая экономика, чем мы потом получили ее при Крущеве. И, по большому счету, эти магазины превращались в артиль, то есть, превращались в кооператив, которым же управляли эти же люди. То есть, если мы возьмем сельское хозяйство, то, когда произошла реформа, и земельные крестьяне вошли своими земельными участками в кооперативы, дальше произошло что? Для них, ну, я не скажу, что в 48-м году, но постепенно, в течение 20 лет, были выстроены такие центры из инженерного и рабочего состава, ну, дома для них поставили, поставили силосные башни, центры переработки, всего. Крестьяне должны были возделывать вот эти пахотные земли на арендованную или переданную практически бесплатно государством технику, сдавать урожай по плану, а все излишки они оставляли себе. Причем, имея большие приусадебные участки. Да, совершенно верно. После чего, кстати говоря, если мы говорим о снабжении того же самого Санкт-Петербурга, или Ленинграда тогда еще, эти излишки собирались, вывозились, сами эстонцы не ехали в Ленинград, вывозились, как правило, в Ивангород или в Кингисет, и там передавались, вот честное слово, по-моему, азербайджанцам, которые это уже перевозили на рынки Ленинграда. То есть они торговали на рынке, как торговец. Чтобы понять доход эстонского крестьянина, эстонский крестьянин совершенно спокойно, легально, за два года зарабатывал на жигу. Но вообще огромное количество латышеских и эстонских крестьян имели каменные дома. Чего не скажешь, например, о русских крестьянах средней полосы. И причем это не просто, я был в таком доме, значит, но там человек, там целая семья, у них три дома. Глава семьи, он вообще агроинженер. Чтобы вы представляли, как жил эстонский крестьянин начала 80-х годов, это двухэтажный каменный дом, примерно 280 квадратных метров. Это отдельно стоящая баня. Это отдельно стоящий гараж, в котором стоит трактор, который был собран абсолютно легально за счет списанных запчастей. И это бассейн. Свой маленький бассейн возле банка. Приусадебные хозяйки. Латыши, допустим, бассейнов почти не было, но в истории, наверное... Но это было на три дома, да, то есть это семья из трех домов, да, вот у них общая боникация. Это достаточно действительно богато. Если мы возьмем... И по современным меркам богато звучит. 280 метров, коттедж, бассейн, ну извините. Перенесемся в наше время, те же самые, вот, если разговаривать с эстонскими крестьянами, с эстонскими фермерами, то они в советское время очень хорошо вспоминают. Ну, потому что... Разве только крестьяне. Вот у меня был приятель, художник латышский, не буду его называть, он уже покинул этот мир. Так вот, он мне рассказывал, Владимир, ты не представляешь, когда мы расписывали вокзал, какие деньги я получал, я мог покупать себе коньяк по 25 рублей за бутылку. На самом деле, конечно, были такие привилегированные профессии в местном эстеблишменте, вот, и люди там жили хорошо. Володя, даже если мы возьмем не только крестьянцев, даже если мы возьмем рабочий класс, рабочих, тоже на жирном примере, то есть рабочие в Эстонии получали на тех же самых специальностях, у них была ставка выше, чем, скажем, где-то в России. У инженеров, да, в России, конечно. Опять же, почему? Почему так получилось? Ну, это стратегически важное предприятие, часть... То есть это связано не с тем, что это другая республика, а с тем, что там особое производство, или как? Ну, в общем, да. Тут есть много нюансов. Либо судоремонтные вещи, либо это издельная работа, а когда издельная работа там совершенно по-другому, это надо... Ну, судоремонтные вещи и в Ленинграде были. А что мне есть? Если мы возьмем прибавл, ну, скажем, тот же самый Таллинн, то в Таллинне было сосредоточено достаточно большое количество наукоемких предприятий. Да. Или предприятий высоких технологий. Ну, завод-двигатель, например, единственный, по-моему, в стране, кто сделал турбины для газовой промышленности, для атомных электростанций. Это очень наукоемкая, очень сложная предприятие. Возьмем тот же самый, как упомянулся, до ремонта. В том же самом, под Таллинном находился завод Кира. Это рыболовецкий завод. Настолько большой, что у него была своя ремонтная база в Анголь и на Тихом океане, на Дальмозе. Люди, которых... Мой отец работал судоремонтником именно в их системе. А зарплата там была выше. Именно потому, что этот колхоз был даже не больше, как колхоз, а кооператив. Они не экономили, а как бы аккумулировали достаточно высокие излишки, денежные в том числе. Потому, что продажи у них были гораздо более свободны. И в Эстонии в том же самом был такой чуть-чуть свободный рынок. Когда можно было продавать излишки. При этом излишки эти никуда там налево не уходили. Я... Я хочу уточнить, они легальны эти излишки продавать? Да, конечно. Я скажу такую вещь. Потому, что ты начал бы ХСС, пришла бы... Еще один пример, очень интересный пример. В то время как в Советском Союзе все мечтали о джинсе, джинса совершенно спокойно шилась на фабрике Марат в Таллине. И жвачки делали тоже. Да. Значит, умные люди, чтобы скупать джинсы на фабрике Марат, сделать из них варенки, перешивать лейбу и отвозить в Россию. А местные власти на это закрывали глаза при условии, что на территории Эстонии в магазинах джинсы фабрики Марат можно купить свободно. Все, что уходило. По тому же самому заводу Киров, тоже наукоемкая производство, кстати, у них было биологией, они там хорошо занимались, была произведена первая имитированная икра, черная. Вот Эстония вся была завалена, это имитированная икра. Ее можно было купить в каждом магазине. Выезжая мы в то же самое Псково, в то же самое Кингисеп, Нарва. Нарва. Кингисеп, Ивангород, да? Их уже там нет. Зато, зато, эти же самые баночки я видел на рынке, был 12 лет, я помню мое воспоминание, на рынке в Краснодаре. Только продавались один там уже, как... Ну да, как реальная икра. Как реально осетровые икра. Это серьезный вопрос. По сути, как я понял, это очень напоминает такой, как был особый лайтовый вариант НЭПа. То есть, Прибалтика была не то чтобы свободной экономической зоной, но там существовала немного другая экономическая система, нежели в основном в Союзе. Как и Грузия, как и Армения, как и Азербайджан. Не будем забывать про наши Кавказские республики, которые, на мой взгляд, наибольшим образом потеряли отраслова Советского Союза. Вот мне кажется, большие потеряшки, чем Грузия, придумать вообще невозможно. И территориально, и ментально, и материально. Как жила Грузия в Советском Союзе, и что она собой представляет теперь. То есть, вы считаете, что вот эта система условного НЭПа, отчасти скрытого, да? Скрытого совершенно. Скрытого НЭПа, она на самом деле была эффективна. Да. Она помогала выживать, выстраивать какие-то реальные взаимоотношения. Своё было в Узбекистане, мы знаем эти все хлопковые дела. Ну, честно говоря, 200, сколько там, 280 квадратных метров, большой приусадебный участок и бассейн, это не выживать. Ну, смотрите, что было интересно ещё, если мы говорим об экономике Эстонии и о сельских хозяйствах, там была осуждена такая потребка операция, она была, в принципе, и в России. Но, потребка операции Эстонии, эстонская, это называлась Этекавель, она стала этакой корпорацией, торгово-промышленной корпорацией, которая поставила везде свои магазины, это по большому счету была сетевая торговля, и распределение было очень чёткое и очень великолепное. И ещё раз повторюсь, что эстонские власти, начиная с первого секретаря, давали чёткий посыл. На территории Эстонии должно быть всё, что мы здесь производим. Если появляются излишки, и у вас их не забирают там, они уходят там, куда хотите, там их и отдавайте, нас это не касается. Опять-таки, мы же знаем, что тот же самый Глян и Иванов первое своё дело раскрутили именно в Эстонии. Да-да. И это именно дело Этекавеля, и это именно те самые излишки. Ну, правда, им там по рукам быстро дали. Ну, им дали, да, там по рукам, потому что надо понимать, тут ещё, может быть, как все национальные окраины, они все похожи, похожи только одним, вот этой взаимопомощи. То есть эстонцы эстонцев не выдавали. Они их могли знобить у себя, они их могли у себя посадить, всё что угодно делать. Но в Москве они их не выдавали. Это было стабильно, это такая вот практика была, поэтому всегда все договаривались, все как бы работали на общее дело, при этом никого не зазорно было, чуть ли не публично от этого общего дела, им было себе положить в карман, если ты играешь по правилам. Ну, собственно, а чем те советские правила отличаются от нынешней политической жизни Эстонии? Ровно то же самое происходит. Слушай, нет, сейчас хуже. Сейчас они друг друга стали топить. Ну вот, кстати, да, это важный вопрос. А что принципиально изменилось после распада Советского Союза? Что потеряла Прибалтика в экономическом смысле из того, что она имела? Смотрите, есть два интересных момента. Что-то потеряла, что-то, ну, если мы говорим вот так объективно, что-то приобрела. Начнем с того, что не стоит оценивать, ну, я говорю по Эстонии, не стоит оценивать эстонцев, именно эстонцев, не русских в Эстонии, а самих эстонцев, и то, что было во время советской власти. Вот тогда мы говорим, мы построили эстонцам заводы. Вот честно вам скажу, эстонцам эти саводы не нужны. Они там не работают. Они, понимаете, они просто не доросли до индустриальной экономики. Мы их в сороковом году... Доросли, доросли, при царе это уже было. Это... А потом не было. А потом не было. А потом не было. И индустриальная экономика в общество эстонское не вошло. Работали русские. В основном работали, ну, более, конечно, эстонцы, вот, учитель моего отца, Август Карловис Сильдера, да, герой социалистического труда, рабочий, бригадир, да, судоремонтник. Да, были такие. Кстати говоря, в то же время его семья, мы бы, как бы сказали по российским меркам, зажиточная крестьянская семья. У него достаточно большой хутер был Насара. Но в основном на заводах работали русские. А эстонцы так распределились. Это сельское хозяйство. Культурка. Культурка. Ну, творческо-научная интеллигенция. И вот, когда союз распался, по эстонцам уничтожение промышленности не прошлось, не ударило. Те из эстонцев, которые, кстати говоря, сами эстонцы называют русскими эстонцами, те из эстонцев, которые еще работали в советской системе, те, кто понимали, что такое силамя, те, кто понимали, что такое завод-двигатель, те, кто понимали, что такое завод-пунан-эред, они кричали, что нельзя их продавать, нельзя их закрывать. Тот же самый силамяя стоял ядерный ряд, обогатительный ядерный ряд. То есть, там сколько было уговорено, там же фактически был ультиматум поставлен Эстонии. Западом. Западом. Это и есть такая бумажка. Доколитве то же самое. 72-й год в Эстонии отопленный кризис. Зима Эстония заверсала. И есть бумажка, такой факсик, который пришел от шведов. Шведы пообещали правительству Марта Лара, что они по-непому дадут топливный кредит. Но взамен был перечень предприятий, которые должны были быть закрыты и выставлены на продажу. Там Пуна Норет, который выпускал те же самые СИД-проигрыватели, лазерные технологии. Эстикабель, фактически новейшая линия по производству оптикового волоконного кабеля. Тот же самый силамяевский химкомбинат, я уже упоминал. Ядерный реактор. А за всем этим стоял премьер-министр Швеции и министр иностранных дел. Да. Вопрос о тех же негражданах в Латвии решался именно этим человеком, который дал отмашку. Ничего не бойтесь. Откуда такая степень влиятельности у шведского премьер-министра? Тогда Швеция была... Ну, как вам сказать? Назовите фамилию уже. Ответственных за Прибалтику. Он был американским адвентом. В принципе, Швеция до сих пор контролирует Прибалтику через банк. Ну да, Светбанк. Светбанк, Сепбанк, это шведские банки. Когда шведам понадобилось закрыть кое-какие дыры в свои финансовые системы, они просто выявили 300 миллионов евро. И это действительно сильно ударило по экономике. И ничто не помешало. Да. Утерлись. Сказали, ну да, печально. А уровень жизни в Прибалтике был высоким в советское время? Конечно. И сейчас он упал и повысился? Нет, нет. Он не является таким ужасным, как, например, уровни жизни в Румынии и Болгарии. Но это одни из самых небогатых стран Европейского Союза. Понятно, что они не находятся с самым... Я правильно понимаю, что Прибалтийские страны были одними из самых богатых республик Советского Союза? О социальном плане, да. Кавказ и Прибалтика, да. То есть, скажем так, в Прибалтике средний социальный уровень был выше, я думаю, чем у всех оставшихся республик. Ну, есть формальные показатели, они нам говорят о том, что душевой доход на единицу населения, он в Прибалтике был выше, чем в Российской Федерации. Это точно. Ну, вот все-таки в чем основная причина, да, давайте, вот, прозвучало несколько. Там сосредоточены особо важные наукоемкие производства. Это одна причина, да, насколько я понял. Вторая причина, по всей видимости, заключалась в том, ну, видимо, это политическая причина, да, не было такого жесткого наступления на уже сложившееся и укорененное относительно буржуазное сознание, я бы так сказал. Потому что иначе пришлось бы ломать все, и это не привело бы ни к чему. И третий вариант – это качество населения, уровень грамотности населения был очень высок еще в царских временах. И, конечно, люди, кто хотел делать ту или иную карьеру, инженерную, научно-техническую, они все это делали. И не только в Прибалтике, например, литовцы активно отправляли свои кадры обучаться в Москву, и они потом возвращались. Латыши далеко не всегда возвращались, они искали себе возможность найти работу. А, опять же, с чем это связано? Ленталитет. Ну, и солнце тоже удача. И причем в Эстонии очень интересно, элита эстонская разделила в 91-х годах на два политических лагеря. Те, кто сдавали диссертации в ЛГУ, и те, кто сдавали диссертации в МГУ. Так уж получилось, что в ЛГУ сдавали те, кто учились в Таллиннском политехническом институте, а те, кто сдавали диссертации в Москве, учились в Тартовском университете. Соответственно, у нас и получилось, главное даже знать, уже в Таллиннской группировке. Две школы. И Тартовская группировка политическая. Ну, вот скажите... А я прошу прощения, мы не учли четвертую причину. Это, давайте так скажем, что после войны в Прибалтике действительно состоялся советский план марш. То есть, Прибалтику было влито огромное количество денег. Это дало резкий толчок для развития экономических стран. Это была инвестиция в преодоление каких-то сепаратистских, видимо, тенденций и инкорпорации внутри СССР. Не до такой степени это все воспринималось. Просто, как ни странно, во время войны Прибалтика наименьшим образом пострадала. И вложенный рубль в население, которое грамотное, в производственные помещения, которые не разрушены, он давал гораздо больший эффект, чем это было в какой-нибудь белорусской деревне, где было все сожжено. Совершенно не только так. Прагматизм. Сороковые годы и пятидесятые – это чистый прагматизм. Вот дальше уже, когда мы смотрим 70-е годы, там уже, конечно, играет роль поведение самих властей местных, прибалтийских. И они были очень разные. У нас в свое время была очень интересная статья о Ленина Ставе, о том, насколько различались стратегии и тактики установления памятников Ленину в Истовской, Латвийской и Литовской СССР. Интересно, вы скажите. Да. Ну, наиболее жирно жили художники в Латвии, потому что они разували и раздевали местные колхозы за большие деньги установкой там Ленина. В Эстонии колхозы не давали себе такой, так сказать, возможности. Там художники жили скромнее. Ну, очень интересный вот этот момент. Ну, и, конечно, если брать Литву, то им очень повезло с начальником, коммунистическим главным, товарищем Снечкусом, который был настоящим патриотом своей республики и много чего добился. Эстония работала в таком режиме «отстаньте от нас», а Латвия пыталась бежать впереди паровоза, что было немножко смешно. Хотя и добивалась больших успехов в плане того, что ее выдвиженцы занимали определенные посты, тот же Пельше. Вот, хотя сейчас вот нет. Ну, эстонцы всех обстоятельств. Да, сейчас, да. Недавно видел я автограф одного из самых важных эстонцев в Российской Федерации. Это мы говорим про войну. Скажите, пожалуйста, а как решался национальный конфликт? То есть, был ли национальный конфликт в 60-е, 70-е, 80-е годы? Конечно, был. И был остаточный социальный конфликт. Как мне рассказывали эстонцы, мы помним, чьи были наши деды, кто у кого батрачил, кто был сырый барон, а кто честно зарабатывал на кле. Это все рассказывали мне еще в 90-е годы. Социальный момент, он никуда не девался еще в те годы. Помимо этнического, был еще и момент социальный. Я бы сказал, классный. Классовый, да, в классическом варианте, да. Но видите, я согласен. Это, кстати, очень многие вспоминают. Я недавно был на Алтае, например. Вы не поверите, но там тоже в 70-е годы, в парклёрных экспедиций, там была другая проблема. Там были иногородние, и местные коренные, иногородние крестьяне, которые туда поехали после реформы 61-го года. И между ними разразился мощный конфликт. Во время гражданской войны иногородние в основном это красные, а местные в основном за белых воюют. Вот, естественно, как бы все воюют за землю и так далее. Но вот еще в конце 70-х годов вспоминали, и деды говорили, ты там не дружи, не ходи с тем парнем. В Беларуси до сих пор мне мои друзья рассказывали о том, что на поножопщину можно было попасть, какой потомок полицая мог просто пырнуть. Да, но это все-таки не совсем социальный конфликт. Ну, как сказать. Смотрите, но все-таки социальное это как раз говорит скорее в пользу сохранения советской системы, а национальное оно всегда советскую систему расшатывало. Потому что официальная пропаганда это дружба народов. Ну, советский режим как раз пытался решать национальные вопросы, как и антисоветские режимы. Мне вот вспоминается статья моего коллеги, которая написала о попытках решения национального вопроса правительством Кулчака. Конечно, все криво, косо и горяло, но те тоже пытались решать вопросы, потому что они были реальны. Вопросы стояли. Вот меня интересует состояние национального вопроса в Прибалтике в 60-е, 70-е, 80-е годы. Ну, конечно, титульным товарищам не нравилось, что приезжает много русских, которые строят... Их было много. Давайте сразу скажем, что русских было много там. И так далее. В разные времена. В разные времена. Ну, речь идет о 70-х, 80-х годах. Ну, тут же надо понимать, смотрите, у нас история моей семьи, как бы вторая эстонская история моей семьи, потому что она у меня там делится, до революции, а не в послевоенное время. Мой отец приехал из города Керчен в 56-м году. На тот момент в Эстонии русского населения было примерно 18 лет. А он там был, значит, мой отец, это четко как была такая рабочая интеллигенция. Вот это точно описание моего отца. Он был депутатом городского собрания города Таллинн и вот он мне рассказывал, как в городе Таллинн шли большие дискуссии об Олимпиаде. И основной момент того, что давайте ее не будем делать, потому что сильно изменится национальный состав. При этом даже из Москвы вам говорили, ребята, вот откажитесь, изменится национальный состав. Придется завести очень много русских. Но все равно планировалась Олимпиада в 80-х годах. Но там же только академическая гребля же прошла. Парусный спорт, ну, несколько. Это было достаточно, чтобы привезти почти 30 тысяч человек. Ну, то есть, даже в таком качестве. Не, просто смотрите, да. В Риге, например, была большая буча насчет того, что вот не надо строить метро. И на этом сгорел человек, который мог стать местным сависаром. Это вот лидер Эстонии и коммунистических, и посткоммунистических времен. Альфред Рубикс. Все было хорошо, но он совершенно уперся в идею фикс строительства Рижского метро. И потом признали, что и надо было делать. Потому что Рига находится в таком... Он был против? Он был за. Но строительство метро полагало ввоз определенного количества строителей метро. Потому что латыши любят жить на хуторах. И не очень любят копать метро. Ну, понятно. То есть, я про 80-й год поясню. Зрители, не знаю, может быть. В 80-м году, как известно, Олимпиада была в Москве. Но соревнования по отдельным видам спорта происходили в других городах. Вот, в частности, парусный спорт. Там, все, что связано с морем, я так понимаю, проводилось в Таллине. А несколько футбольных матчей прошли в Ленинграде. Это вот я точно знаю. Не помню, но узнаем. То есть, были противники даже вот какого-то такого ограниченного участия. То есть, там каким-то кусочком, краешком Олимпиады, Таллин зател, заделаны все равно были противники. Но объектами пользуются до сих пор. Центр парусного спорта, он до сих пор работает. Если ты хочешь, то же самое перед ЭТЭ, построенная дорога, которая соединила, ну, скажем, для Ленинграда курортный район, да, то есть, с центром города, это четырехполосная, двухполосная в одну сторону, четырехполосная. То есть, какая-то большая инфраструктура строилась, да? Да, выстроена была достаточно мощная. Был построен новый аэропорт, который был снят во многих советских фантастических фильмах, туристических действий. Новый аэропорт, была построена гостиница Олимпия. Был существенно улучшен общественный транспорт. Это все вот на момент Олимпиады, потому что вливания были сделаны большие. Но они действительно серьезно. До этого еще несколько таких же было циклов приезда рабочей силы именно из России, что, конечно, начинало менять национальный состав. Я вот могу судить об национальном напряжении из рассказов людей, которые приехали в 50-е годы, как мой отец, в 60-е, в 70-е. И изменения были такие. Когда мой отец приехал, он мог, действительно, можно было нарваться на эстонцев, в старом городе, еще где-то. И могли действительно прибить, потому что ты русский. В 50-е, это было в 50-е годы. В 60-е, 70-е, 80-е этого не было. Но потому что другое. Но в 60-е годы, по большому счету, Эстония разделилась. Были русские предприятия, были эстонские предприятия. Я даже больше скажу, были департаменты, министерства, или отделы, как они там назывались. Русские, были эстонские. А мне вот говорили, что даже на уровне общения, на уровне семей, то есть эстонцы, отдельными компаниями общались, русские отдельно. Как диаспоры? Это очень интересно посмотреть, знаете, на ком? На евреях. Вот были русские евреи, а были эстонские евреи. Они между собой не пересекались. Потому что одни говорят о русском, а другие на эстонциях. Ну, в Латвии ситуация была немножко другая, потому что уровень смешанных браков был одним из самых высоких в Советском Союзе. Если я не ошибаюсь, он достигал 25%. До сих пор достаточно много смешанных семей. Сейчас, конечно, гораздо меньше, последние 30 лет. Но все равно есть. В Литве бытовой национализм гораздо более развит, чем в Латвии. Там смешанных браков очень мало. С поляками, с русскими. Ну и в Литве и поляков, и русских. Вести взятых меньше, чем в Латвии. И процент гораздо меньше. Просто бытовой национализм гораздо выше. Конечно, в Эстонии тоже были смешанные браки. То есть, в окружении моей семьи там тоже смешанные браки. Мы общались. Ну, общались, как правило, на русском языке. Потому что русские плохо знали эстонский язык. Эстонцы не стремились. Это вот четко скажу. Не стремились учить русский эстонскому языку. Как тогда, так и сейчас. А когда встречались, когда все разговаривали, ну, все, в основном, говорили на русском языке, потому что эстонцы знали его поголовно все. Проблем, как бы, таких на уровне застолья не возникало. На уровне не застолья, да, потому что, вот я еще раз говорю, русскому устроиться на предприятиях, где работали эстонцы, было хорошейшим невозможно. Эстонцы на русское предприятие может было устроиться, они просто сами не устраивались. Вот на этом уровне уже, вот здесь было. Второе, давайте мы, наша абсолютно непродуманная политика партии национальная, когда почему-то первым секретарем должен быть эстонец, ну, или там национальный кадр, когда места для национальных кадров квартировались, квартировались, и, соответственно, вот там, где предприятия, госучреждения, где для национальных кадров были квоты, там постепенно формировались эстонские коллективы, ну, там, национальные коллективы. Там, где этих квот не было, или они были очень маленькие, они не формировались. А вот я хотел бы затронуть тему советской эстрады, ведь на ней прибалтийские кадры были представлены очень широко, и, в общем-то, даже, можно сказать, и до сих пор там отчасти представлены, все знают прекрасно, там, Раймонда Паулса, или Анни Вески, или как он Тьяк Йола, да, вот, ну, очень много было артистов из Прибалтики, они были очень модные, популярные, и так далее. Вот в этом мы никакой дискриминации не видим. Можно ли считать, что в известной степени Прибалтика была законодательницей мод в советском шоу-бизнесе? Конкретные люди, конечно. Раймонд Паулс, да, обязательно, потому что он писал песни для многих людей в Москве. Я Кьола, ну, просто популярный человек. Вески тоже. Анни Вески, да, очень-очень по-разному. Не знаю, они... Нет, сказать... Если не буду вспоминать одну юрмальскую певицу, которую, вот, если увидишь без грима, то и не узнаешь. Ну... Юрмала, кстати, опять же. Но Раймонд Паулс, советский символ. Да, но Раймонд Паулс, конечно, это уникум. Это, действительно, величайший композитор, который является нашим общим достоянием. Давайте мы посмотрим на эту проблему искусства вообще. Эстрады, ну, вообще какое искусство. То при Балтике, Россия, в частности, Москва и Ленинград стали большим, большой подпиткой. Без них бы сейчас бы не было бы совмещено. Да да и сейчас, Брэйнсторн, Бусулис, пожалуйста. До сих пор, они же все на расскажут. Ну, я не знаю. Здесь есть институт правды, институт правды, институт правды, институт кинематографии, Я сейчас, вот сейчас мы, у нас как бы разделил коронавирус, я со многими эстонцами разговариваю, они воют от того, что они сюда приехать не могут. Поговорить с друзьями, посидеть, пообщаться, походить по музеям. Больше, если мы возьмем, эстонцы никуда не ездят. Не ездят они в Париже, в Ловр. Ну, Финляндии едут. В Финляндии просто смотреть нечего. Ездят, вот если мы возьмем, так скажем, высшее общество, ну, там, более высокий, средний класс, да? Ну, конечно, концертная деятельность, это, конечно, здесь. Они сюда приезжают. Петербург, Москва. Мало того, до сих пор русская культура, даже в условиях такого национализма, который существует в Прибалтике, очень сильно влияет на Прибалтику. Мало того, что влияет, она очень сильно притягательна. И как ни удивительно, на первом месте являются литовцы, потому что литовские режиссеры, артисты наиболее востребованы из всех Прибалтов в Москве, что, на мой взгляд, удивительно, потому что их русский язык иногда оставляет желать лучшего, но... Ну, понимаешь, мы слишком толерантны. Это эстонцы, когда русский говорит с жутким акцентом, переходят с ним на русский, да? Это же такой анекдот. Я вам скажу интересную вещь. Мне вот литовцы говорили о том, что у тебя отвратительный, кошмарный, ужасный латышский акцент в литовском языке. Когда мы с тобой говорили про события конца 30-40-го года, ты говорил о том, что в Прибалтийских республиках было достаточно серьезное просоветское лобби, и даже советские органы госбезопасности и разведки пытались останавливать и писали, что нечто похожее на октябрь 17-го там формируется, и надо как-то потише. Куда это все подевалось? Это касалось прежде всего еврейского населения, русского староверческого населения в Латгалии, латгальского населения, это субэтнос латышского народа, и рабочих Лиепаи и так далее. Что потом, кстати, и проявилась. Рабочая гвардия в той же Лиепаи совершенно героически сражалась в июне 41-го года, в начале июля. Куда подевалась рабочая гвардия Лиепаи в 70-х годах? Ну, потому что выродилось все, люди занимались совершенно другими делами. Потом давайте, что та же самая эрозия Советского Союза, которая была в России, уж казалось бы. Но она была и в Прибалтике. А, в Прибалтике-то? Она еще, да, и еще. А там был еще такой... Там еще больше предпосылок. Удивительная история. Это, значит, был такой депутат еврейского происхождения. Как же его, Господи, звали? Депутат Верховного Совета СССР. Ну, в общем, это был тот человек, который активно раскручивал тему пакта Молотова-Риббентропа. И, как ему потом говорили, ты разрушил Советскую Лесу. Да, Маврикульс. 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 Я читал его мемуары, смотрел, он, мне кажется, до конца не понимал. Хотя он был ветераном Великой Отечественной войны. Вроде бы даже коммунистом. Коммунистом, членом партии. И членом партии, естественно. Ну, вот так. Был такой Крупников. Тоже из-за этой же серии. К сожалению. Но потом... Упустили. Еще социально-экономическое положение. Смотрите. Да, и разложение же началось еще в 70-е. Вот о чем мог думать сотрудник КГБ Латвийской ССР, который официально записал в качестве агента человека, который выбрал себе псевдоним Толстоевский. Вот о чем он мог думать? Понимал ли он, что это глум, что нельзя такое писать? А если понимал, почему он все-таки это написал? Вот был один еврейский товарищ, который значился в картотеке в мешках КГБ Латвийской ССР, Толстоевский. Ну, вот как? Если даже там все это прогнило. Ну, вот. Ну, может быть, Толстоевский это же был псевданием Ильфа и Петрова. Может быть, это как-то было связано. Не знаю. Я думаю, что там совсем другие мотивации, так скажем. Ну, может быть. Ладно, мы этого не знаем. Не-не, он жил еще до сих пор. Я тут справлялся о его здоровье. Кто, Толстоевский или офицер КГБ? Толстоевский, да и офицер КГБ тоже. И работают еще. И дружат. Тут, кстати, один товарищ рассказывал... В Латвии очень интересное законодательство. Значит, он, правда, по псевдонимам писал о том, что, чтобы доказать, что он не являлся сотрудником КГБ, он привел своего опера в суд, и тот сказал, что, ну, вот я липогонством занимался. И суд поверил. Слушайте, ну вот, смотрите, возникает из вашего рассказа про адоксальную ситуацию. С одной стороны, жили вроде бы хорошо, и система как-то работала. Да неплохо жили. Вот. И сейчас, как вы говорите, существует определенная ностальгия по этим советским временам, когда жили хорошо. И это тоже есть. И тогда были фасадом, а сейчас совсем другое место. И тем не менее, вот в 80-х годах никто вообще не воспринимал это как благо, все хотели это разрушить. Нет, нет, но если мы берем самый конец 80-х, мы же понимаем, что это было связано с резко обозначившимся дефицитом продуктов, что даже для Прибалтики было как вроде бы и не характерно, но тоже присутствовало. Если мы берем 88-й год, 89-й, уровень снабжения советского населения был печальным. Я бы сказал, что во многом... И даже в Прибалтике. Может быть, вы со мной не согласитесь, интересно ваше мнение. Во многом это было связано с деградацией политической власти, политического искусства центра. То есть, все-таки импульсы на распад, они шли из Москвы. Они шли как сознательно в риторике Яковлева, так и бессознательно просто демонстрировать. Я вам расскажу даже под камеру, не побоюсь, но правда фамилию не буду называть, бывшего сотрудника КГБ в Атвийской ССР, который нынче пребывает в мире горнем, который записал беседу Александра Николаевича Яковлева с Анатолием Валерьяновичем Горбуновым. Несмотря на его русское имя, отчество и фамилия, это Латгалец, чтобы вы понимали. Глава Верховного Совета Латвийской ССР, потом Латвийской Республики. И вот в надежде на то, что их беседа не будет записана, катались они на лодочке на озере, Яковлев его всячески понуждал. Быстрее провозглашайте независимость, не бойтесь, мы вас прикроем, все будет хорошо и так далее и тому подобное. Когда эта запись была расшифрована и доложена Крючкова, руководитель комитета... КГБ? Да, КГБ. Крючков не сразу, но все-таки пошел Горбачеву, Горбачев его выругал и делу ход был не дан. Эта запись, она есть? Есть только упоминание. Мне рассказывал этот человек и не верить ему я никак не склонен. Хорошо. Есть такое свидетельство. Его фамилия Щегульный, пожалуйста. Офицер КГБ Латвийской СССР. Он сам слышал эту запись? Он сам ее писал. А, он сам ее писал. Слушайте, интересно. Значит, где-то такая запись в архиве может быть. Не может, а наверняка и есть. Если ее не уничтожили. Такие вещи обычно сохраняют. Ну что ж, коллеги, и последний тогда вопрос к вам. Вот в современной латвийской историографии как описывается история советского периода? Не только латвийской, а вообще прибалтийской. То есть это только оккупация, потому что мы знаем, что есть музей советской оккупации. Это только кромешный ад, кромешный ад, оккупация и так далее. А есть историки-ревизионисты? Есть. В хорошем смысле есть этого слова. Есть такие историки, но они все выкинуты из официальных мест работы. В лучшем случае пробавляются где-нибудь в провинциальных музеях и так далее. И я не знаю ни одной успешной судьбы того историка или экономиста, который позволил себе что-то хорошее написать о советском периоде истории. А мне вот некоторое время назад рекомендовали книгу, вы мне, наверное, напомните, я, к сожалению, не помню, о повседневной жизни латвии в советский период. Да, было издано несколько книг. Одна была совсем пропагандистская, вторая представляла собой набор видео, набор фотоиллюстраций о том, как люди жили, какие вещи делали, как в школу ходили. И это тот максимум, что они могут себе позволить. И действительно, такая книжка вышла. Текст там не без ернических уколов в адрес советской действительности, но визуальный ряд, он говорит сам за себя и гораздо больше, чем текст. Эта книжка была воспринята умной составляющей публики на ура, но, конечно, она не стала каким-то душевным событием, потому что об этом не принято говорить. Понятно. Ну, прискорбно. К сожалению. Что ж, большое спасибо, дорогие друзья. Приходите к нам еще. Кстати, коллеги, если у кого-то есть вопросы по истории советской Прибалтики, поскольку у нас тут в гостях такие крупные специалисты, пишите в комментариях. Мы все это бережно соберем, мы зададим Владимиру Дарвину наши следующие встречи. И Максиму тоже. Ну что, спасибо. Спасибо. Всегда приятно общаться. Да, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, потому что это позволяет набрать видео как можно больше просмотров. Ну, а на сегодня все.